День на Думской С Святославом Огренчуком, общественным деятелем Приветствуем вас, Святослав Здравствуйте, Святослав У каждого, наверное, есть где-то рядом такой человек Возможно, мы с ними редко видимся, с людьми, которым, в принципе, и нужна поддержка И по каким-то причинам ее не оказываем Однако, вот в этот день, 13 ноября, принято об этом говорить И принято, в общем-то, внимание привлекать к этому вопросу Я специально ухожу от слова «проблемы» и называю это вопросом Для вас, я так понимаю, это уже не проблема Вы смирились, и как это произошло? Расскажите свою историю, пожалуйста Ну, смириться я не смирился Но я просто приобрел другое зрение, более, наверное, важное Это глаза сердца, если это поймут телезрители меня То есть, вот я сейчас вижу то, на что раньше я не обращал внимания Более глубоко Я вижу этот мир, я живу полной жизнью Я стал для себя сам творцом жизни Я рисую свою жизнь самостоятельно Я живу так, как я хочу Я поступил туда, куда я хотел В один, во второй, в третий вуз Хотя, конечно, были сложности Были сложности И об этой проблеме нужно говорить не только 13 ноября Потому что, ну, чтобы вы понимали, статистика говорит И эти цифры очень, на самом деле, ужасающие В мире проживают 124 миллиона людей с нарушениями зрения В Украине 100 тысяч таких людей Из них 10 тысяч детей В Одессе проживают полторы тысячи людей У которых нарушение зрения Цифры достаточно серьезные До эфира интересовались, можно ли, насколько корректно вам задавать в рамках эфира этот вопрос Как вы потеряли зрение, вы готовы об этом говорить? Конечно, я думаю, что, может быть, для кого-то это станет утешением Но мне бы хотелось, чтобы это стало вдохновением На позапрошлых выходных Вот городская власть проводила В пятой спортивной школе мероприятие Там вот по пауэрлифтингу Для людей с ограниченными возможностями Там было много молодежи, дети И вот я выступил, перед ними сказал Ребята, вы уже победители На этом турнире не будет проигравших Вы победили уже самих себя А каждый человек, он для себя самый непримиримый Самый жесткий и беспощадный враг И вот если ты своего внутреннего врага победишь Ты будешь, типа, этой жизни победителем А потерял я зрение в неполные 16 лет Я родился абсолютно зрячим человеком У меня не было проблем со зрением Вот я всегда занимался спортом И раньше, и сейчас продолжаю заниматься На профессиональном уровне занимался Есть и серьезные достижения Такие, как там Я выиграл много раз чемпионат Украины Причем среди здоровых спортсменов А это какой вид спорта? Пауэрлифтинг? В 2008 году я выиграл чемпионат Европы в Риге И Кубок мира в Австрии Мой лучший результат в жиме лежа На таких международных турнирах Был 170 кг Тогда я выступал в весовой категории До 67,5 кг А лучший мой результат Вот последние соревнования были Это 2013 год Кривой рог чемпионат Украины Я выиграл и выжил 180 кг в весовой категории До 75 кг Вот Но потерял я зрение Я возвращался с тренировки Я занимался единоборствами Там карате, элементы дзюдо Самбо И вот в переулке я увидел Как пять хулиганов Пытались ограбить и изнасиловать девушку Как человек, который получил Правильное воспитание мужское Я не мог равнодушно, протянимо И сделать, что я этого не заметил То есть я вступился Произошла драка Пятеро против одного Мне нанесли под удар По затылку палкой Остойка сетчатки И вследствие пять операций на глаза И тотальная потеря зрения Конечно, это все очень непросто И были страшные комплексы Вот действительно привыкли меня видеть таким веселым Победителем не только в спорте Но и вообще во многих других сферах И я занимался и физическим, и духовным, и культурным Развитием детей и молодежи Сейчас занимаюсь журналистикой То есть вот я выбираю для себя какие-то проекты Реализовываю их С Божьей помощью При помощи своих друзей Но возродиться было крайне сложно Потому что все рухнуло Руки опустились Была безнадега Казалось, что ничего хорошего в жизни не может быть Не девушки, не друзей, не спорта Я хотел быть политиком Планировал поступать в Мечников На международные отношения И мне казалось, что на моей жизни уже можно ставить крест Что может ожидать хорошего слепого парня В пятнадцать с половиной лет Который полностью потерял зрение И долгое время Может быть года два Я даже боялся ночью выходить на улицу Не то же ночью, днем Да, я боялся, что-то меня из соседей Знакомых увидят и подумают И заметят, что вот Светослав Он уже не такой, как все Он инвалид И я вам скажу честно Даже слово инвалид Первое время вызывало у меня состояние отчаяния Просто до ужаса У меня начиналась страшнейшая депрессия Я когда по телевизору слышал инвалид Я его выключал, переключал И вплоть до того, что Ну, я не хочу даже видать Обидная формулировка Люди с ограниченной ответственностью Именно к такой вы призываете Я думаю, что люди с особыми потребностями Это будет более деликатно, что ли, уважительно Хотя я думаю, что вот люди, у которых действительно такие проблемы Они не нуждаются в жалости Они нуждаются больше в сострадании и в уважении Потому что нам надо еще поднимать нашу общественную культуру Вот о ней, да, давайте послушаем в сюжете О том, в общем-то, насколько велико влияние общества сегодня К проблемам людей незрячих Как много таких людей Давайте посмотрим материал и вернемся к обсуждению Международный день слепых Сегодня в мире примерно 124 миллиона слепых людей Каждые 5 секунд на земле слепнет один взрослый человек Каждую минуту – ребенок Менее чем через 10 лет число незрячих жителей земли составит 75 миллионов человек Таковы данные Всемирной организации здравоохранения ООН В Одессе на учете у ТОСа состоит около полутора тысяч слепых Да, Святослав, мы услышали, какое большое количество людей незрячих по всему миру Хочется поговорить о том, как в нашем государстве, в Украине В частности, в Одессе вы чувствуете поддержку Какие специальные программы работают для людей незрячих Есть ли она и надлежащим ли образом представлены эти программы? Слава Богу, есть Надлежащим или нет, знаете, все в этой жизни познается в сравнении Конечно, хотелось бы лучше Всегда хочется, лучше, это нормально Все мы стремимся к более комфортной жизни, удобной жизни, достойной жизни Но если сравнивать с другими городами Украины Ну, это не моя оценка Вы знаете, недавно приезжал министр социальной политики Андрей Рева И он сказал, что Одесса, Одесский бюджет, он самый, так сказать, социально направленный Вот, поэтому, ну, если поговорить какими-то фактами Очень на государственном, на законодательном уровне, например, нет поддержки для людей слабовидящих Помогать и выплачивать коммунальные услуги Это очень дорого Большинство людей все-таки не работает Есть среди них одинокие Ну, пенсия, наверное, очень незначительная Совсем незначительная, я вам хочу сказать, да И вот городская власть, кстати, вот я не знаю во всех ли городах Сомневаюсь Снова, слава богу, городе Одессе В городском бюджете заложен миллион гривен ежегодно Это в программе равенства На вот выплату, поддержку для людей с проблемами зрения То есть первая группа это 50%, вторая группа это 40% Миллион гривен, я думаю, достаточно Светлана, а сколько, если у вас данные, сколько в Одессе незрячих зарегистрировано? Вот вы же только что слышали полторы тысячи А, полторы тысячи человек Да, скажите, пожалуйста, как работодатели относятся к инициативе людей незрячих Прийти к нему на работу, на производство или в другие какие-то места Принимают? Ну, различные же есть адаптированные места Где может человек, лишенный зрения, работать и выполнять какой-то труд Ну, знаете, вот в 20-й поликлинике, например, я знаю двух массажистов Сам к ним обращался, ребята тотально слепые, прекрасные массажисты Очень профессионально делают Но это все, когда они устраивались, было еще при Советском Союзе Понимаете, они получали образование специализированное и так далее Сейчас не то что незрячему человеку Сегодня вполне здоровому человеку сложно устроиться, согласитесь Скажите, вот лично вы, вы неоднократно говорили о том, что у вас хорошие есть друзья Влиятельные, которые вам помогают реализовывать ваши какие-то проекты Возможно, среди них есть проект, который адресован конкретно для людей незрячих Потому что вы, как никто, хорошо понимаете, насколько им тяжело приходится Я очень хочу, мы говорили с Юрием Анатольевичем Кочановским, вы знаете, это директор УТОСа Вот, и советник городского головы, как раз по вопросам людей с особыми потребностями Мы обсуждаем с ним сейчас этот проект Я боюсь быть... Какой проект? Ну, мне бы хотелось создать как можно больше рабочих мест для ребят, у которых проблемы со зрениями У меня есть мой личный проект, которым я мечтаю уже очень давно, лет 8, да То есть это реабилитационно-оздоровительный центр, где дети с особыми потребностями Люди с особыми потребностями могли бы заниматься спортом, обсуждать какие-то городские программы, городские проблемы То есть, не знаете, не отдельно так, что вот пришли инвалиды, потренировались и ушли, да Такая социальная интеграция, да? Да, чтобы они социализировались, чтобы стиралась эта грань инвалид и здоровый Потому что и для здоровых ребят это будет большой урок Помогать вот ребятам, которые нуждаются в большем внимании И когда у меня был мой социальный проект Илья Муромец В наши секции приходили ребята с особыми потребностями Я просил своих воспитанников, чтобы они помогали им, чтобы относились к ним наравне Чтобы не оскорблять их какой-то там подачкой, снисхождением, чтобы ребята могли пообщаться Да, вот Святослав, правда, я намеренно вас перебиваю Снисхождением и вот какая-то такая лояльность, которую, кажется, нужно оказать людям с ограниченными или с особыми потребностями Она оскорбляет все-таки или это нормально? Вот снисхождение какая-то такая Снисхождение это все-таки оскорбляет не только человека с своими потребностями Это оскорбляет любого человека Вот если я сейчас начну с вами общаться с таким снисходительным тоном Вас это оскорбит как личность, правильно? И любой человек, неважно, здоровый он или не совсем он здоров Это личность прежде всего И личность нужно уважать Это одна из аксиом здорового правосознания Если мы этому не научимся, мы никогда не построим право-демократическое государство И нам надо повышать культуру в обществе, отношения друг к другу И насколько помогает городская власть, есть за что ей сказать спасибо Но сегодня переносить все на чиновников, это будет не совсем правильно Потому что вот эти ребята с тростью, они ходят каждый день На работу, в больницу, к друзьям И они нуждаются просто в том, чтобы им помогли перейти дорогу Потому что сегодня мы живем в такое время, когда здоровых сбивают Вот дня не проходит, чтобы кого-то не сбили Вы же знаете, как журналисты об этих ужасных новостях И когда я мониторю новости, мне просто страшно, страшно за этих ребят Потому что не у всех есть возможность вызвать такси Кстати, вот появилась такая услуга В территориальном центре, штатная единица Это сопровождающая как раз для людей с основными потребностями Которые получают за это деньги из городского бюджета И для людей это бесплатно? Для людей это бесплатно Они получают зарплату из городского бюджета Это в территориальных центрах В каждом районе города есть территориальный центр Поэтому люди могут позвонить им Подобно рассказывать, как они могут этим воспользоваться Также в этом году, если мы говорим о том, что сделала городская власть Около 5 километров разных частях города Была установлена тактильная плитка Предупредительная плитка Это Варницкая, это Гайдара, это Космонавта Это Терешкова, это Преображенская улицы Это немаловажно И 15 взрослым людям выделяются через деньги на приобретение компьютера Сейчас есть программы, которые помогают читать То есть там озвучивают полностью систему Windows операционную И человек может читать, пользоваться интернетом Когда я начинал свою учебу О другой роскоши можно было только мечтать Озвучивалась только система ДОС И приходилось сканировать конспекты Когда учился в духовных почаевских семинарах Кстати, очень долгие годы Мне даже не давали возможность наравне сдать экзамены Это была самая тяжелая моя в жизни победа Это не в спорте, а вот поступление моё в семинарию И наравных, чтобы мне просто разрешили сдать экзамен Просто, бы они документы даже не принимали на рассмотрение И только благодаря ректору почаевской духовной семинарии Сегодня это правящий архиерей, епископ Нафанаил И ему огромное спасибо за то, что он мне поверил И дал возможность мне учиться И создал необходимые для меня там условия Хотя мне было очень страшно Поскольку это западная Украина И я там никого не знаю, ни родственников, ни знакомых Вот так вот Спасибо, Святослав Восхищаемся вашим мужеством И мужеством людей, которые находятся в подобных ситуациях Правда, это вызывает восторг и удивление Сил вам? А я хочу обратиться сегодня к людям Которым жизнь преподнется неприятный сюрприз Ребята, вы не падайте духом Я понимаю, что жизнь достаточно сложная штука Но вот каждый из нас делает свой выбор Мы либо плывем по течению, либо плывем против него Я сделал свой выбор Я плыву против течения Я сделал вызов обществу Вызов жизни Вот той ситуации, в которой меня поставила жизнь И я осознал для себя, самое главное Что таким, каким я был Вот, зрячим Я уже никогда не стану То есть мне надо умереть для прошлого Чтобы родиться для будущего Этот процесс воскресения нового человека Нового личности Он не в один день происходил И каждый день до сих пор даже Я борюсь с самим собой С какой-то ленностью Заставляю себя там Мне всегда хочется встаивать в 5 утра Принимать холодный душ Молиться, тренироваться Я по 7 раз в неделю тренируюсь до сих пор Несмотря на то, что я там 5 лет не был на помосте До всего руки не доходят Надо диссертацию еще защитить, успеть Вот, 20-го числа я иду в Киев на сессию В Киевскую духовную академию Вот поэтому я хочу вам сказать Станьте победителями над самим собой И я думаю, что у вас в жизни все получится Не надо вешать руки И не жалейте себя А требуйте себя Это говорю я вам Вот как человек, который Пьет эту чашу горечи С 15 лет И я хочу, чтобы в вашей жизни Было побольше праздников и улыбок Спасибо вам Светослав Агренчук Общественные деятельные Говорили о проблемах Людей незрячих Прямо сейчас передаем слова Алия Синес Выпуском новостей Позже встречайте Марину Баканурскую В 18.10 Вернемся Дождитесь Редактор субтитров А.Семкин